Про бытовое насилие, про насилие в целом тоже есть источники, тоже мы знаем это не понаслышке, наши мудрецы об этом сказали уже давным-давно. И, конечно, там, не знаю, одна из самых главных заповедей в Торе – возлюби ближнего своего, как самого себя, да? То есть тогда, когда я не имею права кого-то судить, а тем более причинять какую-то боль кому-то. В Орловской синагоге о Виталии Шпендик проводят различные беседы. Во время действия проекта Кэшер разговор коснулся бытового насилия. Я нашла декларацию, которая была принята 20 декабря в 1993 году. О том, что вообще насилие как таковое над женщинами существует. Я никак не могла понять, а до того? Никто об этом даже не задумывался или что? Конец 20 века. Чаще всего жертвами бытового насилия, физического и психологического становятся женщины. Официальная статистика приводит ужасающие цифры. 36 тысяч россиянок ежедневно терпят побои мужей. 12 тысяч гибнут в результате домашнего насилия ежегодно. То есть одна женщина каждые 40 минут. При этом 60-70% не обращаются за помощью. А 97% уголовных дел, связанных с домашним насилием, так и не доходят до суда. Около года назад преступления, связанные с бытовым насилием, были перенесены из Уголовного кодекса в административные. За разъяснениями мы обратились к юристу. Законодатель пошел по пути экономии процессуального времени и перенес из разряда уголовных наказуемых деяний побои в разряд административных. И теперь, если вас избил муж или сосед, то он будет наказан по статье 6.1.1 кодекса об административных правонарушениях штрафом до 30 тысяч рублей, либо арестом до 15 суток. При этом, если избиение имело место второй раз, преступнику будет грозить штраф до 140 тысяч или арест до трех месяцев. Психологи говорят, что большей частью причинок, по которой женщины остаются терпеть бытовое насилие, сложившиеся в обществе стереотипы. Есть. В нашей российской действительности, если бьет, значит любит. Масса таких вот, они приходят в принципе, и женщины бывают умнейшие. Они по принципу или страх, муж юрист, вот он у меня не отберет ребенка, он сильнее, чем я, боятся потерять, потому что есть какие-то дефекты у женщин. Вот, допустим, незначительные нам они невидимы, то есть заниженная самооценка, неуверенность в себе или не работают. Вот, то есть какие-то даже очень бытовые такие причины. Простить не значит решить проблему. И даже создавая семью, человеку необходимо сохранять свою волю и личное пространство. Нужно уметь говорить «нет». Еще очень важный момент – нужно любить людей и принимать их такими, что они из себя представляют. Если вы этого не делаете, то вы вторгаетесь на территорию человека и пытаетесь контролировать то, что вам не принадлежит.